Почему это так важно? Что происходит, если у вас плохая осанка? Ну, во-первых, когда вы сатулы или горбитесь, вы выглядите намного ниже. Это вам никак не помогает. Далее, это сказывается на вашей уверенности. Это так, как вас видят другие люди, даже если вы достаточно уверены в себе. Но если вы скукошены и делаете себя меньше, то вы не выглядите таким уверенным, как если бы вы были с прямой спиной и грудью вперед. И, конечно, не забываем про здоровье. Естественно, это когда мы стоим прямо. Когда мы сутулимся, это приводит нас к проблемам в шее, или даже к серьезным проблемам со спиной. Итак, друзья, сегодня в видео я вам покажу и расскажу несколько простых способов, как следить за своей осанкой. Первым делом, господа, взглянем на ваше рабочее место. Если вы такой же человек, как и я, то вы проводите по 6-10 часов за своим рабочим местом, пока все не будет сделано. Как вы можете улучшить свою рабочую зону? Начнем, пожалуй, со стула. Про стиль я рассказываю, что размер – это король. Друзья, когда речь идет о стуле, то тут тоже самое. Размер – это король. Вам надо подобрать то, что пропорционально идеально подходит под ваше тело. Кто-то из вас, ребята, 170 сантиметров, а кто-то 190. Вам нужны разные стулья. И чтобы удобно сидеть на стуле целый день, у него должна быть определенная высота. Так что лучше всего возьмите себе стул, который можно настроить. Не надо тратить две тысячи долларов на эргономичный стул, чтобы потом офигевать с того, во сколько вам обошлось ваше рабочее место. Есть много других, которые можно настраивать по высоте, но для меня это первое, что нужно сделать. Затем обратите внимание, есть ли у него поддержка для поясницы. Вам нужна такая штука, чтобы она вас стимулировала сидеть ровно. За много лет я попробовал очень много разных стульев. Пришел к выводу, что вот такие стулья, на которых сидишь коленями – хороший вариант, но обычно хватает на пару часов. Мой любимый сейчас – это вот такой вот стул-шар. Самое прикольное, что он заставляет тебя как бы стоять на носках. То есть надо обращать внимание на то, как ты сидишь, и это помогает держать осанку. Что насчет стоящего стола? Сейчас это очень популярно. Многие говорят, что сидение – это как курение. Я держусь немного в стороне и жду, чтобы прошло больше времени, пока не появятся научные данные. Но если это работает для вас, тогда вперед. Лучше, когда у вас есть варианты, чтобы выбирать. Теперь поговорим о мониторе. Большинство людей вынуждены смотреть вниз. Таким образом, наша шея уставлена вниз, и мы находимся в такой позе часами. Ну, так и есть, многие работают с ноутбуков, они лежат на столе, это очень низко. И мы постоянно смотрим вниз. Очень просто исправить, надо просто что-то, чтобы поставить ноутбук повыше. Можно взять пару книг. Ну, или взять себе специальную подставку. Не обязательно поднимать монитор на уровень глаз. Достаточно просто отодвинуть его подальше и наклонить. Суть в том, что лучше следите за тем, как долго вы смотрите вниз на монитор. И если можете это исправить, чтобы снять напряжение с вашей шеи, то просто сделайте это. Друзья, в дополнение ко всем этим фишкам, касающихся вашего рабочего места, также хочется пройтись и по привычкам. Используйте правило 2 через 20. Это работает так. Просто возьмите таймер, который поможет вам держать фокус. Да, вы можете следить за своей осанкой, но это постоянно будет ускользать от вас. Но когда пройдет 20 минут, и вы уже многое сделали, то лучше всего встать и сделать 2 минуты паузы. Это поможет вам оставаться в фокусе, а также следить за осанкой и не терять ее из виду. Следующее преступление, касающееся вашей осанки, господа, это телефон. Первый совет – это купите себе хорошую гарнитуру. Потому что ни в коем случае нельзя вот так вот прижимать телефон к уху плечом. Это очень вредит шее, особенно если вы так проводите 5 или 10 минут. Я понимаю, что вы стараетесь делать много дел сразу, но поймите, что так вы очень сильно напрягаете вашу шею. Следующий совет, возможно, будет звучать странно, но, ребята, это спасет многих от того, чтобы сорвать себе шею или защемить нерв. Когда вы смотрите на что-то, то желательно, чтобы этот предмет находился перпендикулярно вашим глазам. Так что поднимите телефон выше. Суть в том, что давление и нагрузка, которая создается, когда вы сгибаете шею, не равна тому, когда вы смотрите перед собой. С каждым градусом вниз нагрузка умножается. Это может привести к серьезным проблемам. Если вы будете вот так вот смотреть в свой телефон, пока сидите, идете или стоите, сделайте себе одолжение и поднимите телефон вверх. Да, это покажется странно и потребует практики, но вы спасете свою шею. А что насчет сна и как мы лежим на матрасе? Влияет ли это на нашу осанку? Ответ – да. Мы проводим одну треть жизни во сне, так что со временем, конечно, это имеет эффект. Самое худшее, что можно сделать – это спать на животе. Это очень вредно для осанки, не важно, какой крутой у вас матрас. Так что попробуйте изменить. Спать на боку – это нормально, но надо, чтобы у вас был подходящий матрас и правильная подушка. Потому что вам нужно сделать так, чтобы позвоночник оставался ровным. Будьте внимательны к тому, как вы перегибаетесь во время сна. Потому что плохая подушка или матрас могут сделать так, что ваш позвоночник уже неровный. Лично я сплю на спине. Я прям чувствую, как это идеально подходит для осанки. Секрет спать на спине – это подушка. Она должна быть небольшой, потому что если у вас большая подушка, то ваша шея сгибается. И порой может быть даже трудно дышать. А также лучше иметь твердый матрас – наиболее твердый, на котором вы можете спать. Что насчет секретов осанки, например, прикрепить ленту к спине? Ответ – да, я проверял лично. Но это не то, что ты будешь делать постоянно. Лично я забывал и надо, чтобы кто-то помогал вам это делать. У вас есть такой человек, который бы каждый день наклеивал вам ленту на спину. Это непрактично. Есть также всякие приспособления, которые будут вам напоминать, если вы вдруг начинаете сутулиться. У вас, скорее всего, есть в шкафу такая штука, которая поможет вам держать осанку ровно. Что же это? Спортивный пиджак. Ну или вообще любой пиджак по размеру будет помогать вам держать осанку. Все потому что у него есть такая штука, как натяжение рукавов. Если мужчина теряет осанку и сутулиться, то пиджак начинает мяться, натягиваться там, где не должен и это мешает. А когда пиджак по размеру и осанка ровная, то пиджак выглядит отлично и ты чувствуешь себя гораздо лучше. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.